На прошлой неделе по новостным телеграм-каналам разлетелось вот это видео, снятое на домофон 1 августа. На кадрах видно, как 25-летняя жительница Петербурга поздно ночью заходит к себе в подъезд с четырьмя крайне подозрительными личностями. Назад через эту дверь уже вышли только двое. А еще двое покинули квартиру девушки по водостоку. А труп хозяйки спустя неделю обнаружат более чем сотни ножевых. Убийц очень быстро нашли, только не в Петербурге. За ними пришлось съездить аж в Ингушетию. Это уже допрос в Петербурге. Как выяснилось, дело было примерно так. 1 августа 42-летний петербуржец познакомил девушку с тремя жителями Ингушетии. После чего все отправились к ней употреблять наркотики. В какой-то момент 42-летний мужчина и еще один ушли, оставив девушку наедине с двумя новыми знакомцами. Дальше между ними произошел конфликт. Бил ножом куда-то. Я вернулся, я тоже начал ее бить ножом. По словам этого субъекта, он в какой-то момент вышел из комнаты, а когда вернулся, его друг уже бил девушку ножом. Но он решил тоже присоединиться. Всего на двоих они нанесли девушке 112 ножевых ранений. После чего помыли ножи, выкинули их в окно, ну а потом и сами через это же окно по водосточной трубе покинули квартиру. Мой друг первый подошел к этому водосточной, ну полез по водосточной трубе, где-то на третьем, там между вторым и третьим где-то он спрыгнул, и короче, потом я полез. Вначале оперативники нашли 42-летнего друга девушки. Он-то и сказал, что искать убийц нужно в Ингушетии. В итоге 21-летнего и 23-летнего подозреваемых нашли в селе Али-Юрт. Они так и не смогли вспомнить, из-за чего была ссора. Возможно, ее и не было вовсе. Известно также, что сама убитая за последние три года дважды получала протоколы за употребление наркотических средств.